Добрый вечер, в эфире программа «Новины региона» У студии працует Евген Поболовец. Глядите в выпуске. Сегодня у Гомеля началось проведение бизнес-дюн. Их удельниками стали простойники маль 15-ти краин света. Республиканская профсоюзная акция «Повиншую маму разом» стартовала сегодня на Гомельщине. У Гомельским городским отделе Следующего комитета прошел день открытых дверей. Зараз об этом иншим больше подробно. Сегодня у Гомеля началось проведение бизнес-дюн. Их удельниками стали простойники деловых колов, ганлево-промысловых палат и дипломатичных миссий за маль 15-ти краин света. С мытами и задавшими форума ознайомился Олег Сентяров. Бизнес-дни у Гомеля сегодня проводятся в другой раз. Или уже зараз его удельники кажут о высокой эффективности мероприемства. По сути, Гомель становится прицелкой для дайлога международного бизнеса. Как и в минулом году, бизнес-дни у Гомеля проходит в рамках выставы Гомельского отделения Белорусской ганлево-промысловой палаты «Бизнес у регионах». Причем на этот раз экспозиция сформирована золиком интересов замежных делегаций. За открытием стендов не только промысловых предприемств, а и организаций, которые соединяются в внешнеэкономичные деятельности, банковских, страховых, логистичных. По великим рахунку для региона, эта реальная махчимость больше глубокой интеграции в сосветную экономику. Зараз на Гомельшине працует 55 замежных предприемств и 960 предприемств за межным капиталом. А для кали мерковать по рабочий бизнес, джон, к этой дичбе можно поведичить. В программе «Бизнес джон» пленарное посаджение и работа пяти секций. Тема такая самая актуальная. Новые аспекты ведения бизнеса в Беларуси, выкористание информационных технологий у бизнеса сяроди, потребка предприемательской активности молоди, суппросовництва гадлёво-промысловых палат. Зараз г этой организацией сдольное наладживать международное суппросовництво миновито-патых на керунках, яке уявляют наибольший взаимный интерес. В этом году мы провели уже более четырех встреч с субъектами малого и среднего бизнеса Беларуси. Достаточно активно сотрудничаем с представителями Могилёвской области, Витебской области. И вот сегодня впервые принимаем участие в мероприятии, которые организует Гомельская торгово-промышленная палата. Традиционно Брянская область всегда логистическими предприятиями. И традиционно у нас была развита, и то, что мы постарались не утратить и развивать дальше, это промышленность. Соответственно, в этих направлениях мы видим возможности сотрудничества между предприятиями Беларуси и бизнесом Беларуси, и предприятиями, и предпринимателями Брянской области. Сироту денег у селедних бизнес-стадиона у Гомеля шмат тых, кто приезжал на это мероприемство летость. Не воплощенную чергу – это свечение эффективности, проводимой у регионе работы, постворение комфортного делового климата и ликвидации барьеров на шляху руху инвестиций и працовной силы. За год, який прошел после попереднего форума, в рамках заключенных домовленностей партнёры поспели обменяться визитами и больше деталёво ознайомиться с махтемыстями один-одного. Теперь можно зарабить наступный крок. Приняли мы также делегацию предпринимателей из Гомельского региона. И сейчас мы приехали продолжить этот диалог. Также мы готовы встретиться с руководителями университета, чтобы организовать сотрудничество между университетом города Риека и университетом в Гомеле. Олег Сентюров, Валерий Гопанько. Далее радует компания Гомель. На какие пункты договора суррогатного материнства варто звертать увагу? И какие юридичные тонкости иснуют в оформлении купли-продажи жилых домов сельгаз-организации? Особливости белорусского законодавства разбирались сегодня на семинары нотариусов у Мазеры. У им приняли уделы адвокаты из разных родов Гомельской области. Як завести дитям, коли уластное здоровье, гэтага не дозволяя. Но допомогу таким батькам проходит суррогатное материнство. Зрешты про то, что семейный добробыт залежит не только от медицинских показчиков, але и от тонкостей у юридичных задумывается не у всем. Збирающих грамадян от судовой волокиты задача нотариусов и адвокатов. В рамках постоянного повышения квалификации это мероприятие для нотариусов проводится каждый квартальный период. Будем смотреть, какая у нас практика, обобщать ее, решать проблемы бесспорного правосудия. То есть сделать так, чтобы люди меньше обращались в суды, а имели возможность защиты прав именно в нотариате и с помощью адвокатов. Семинар по выучению особливостей законодавства на этот раз собрал за одним столом не только нотариусов, а и адвокатов. Бо именно это им доводится первыми сутыкаться с юридичными проблемами грамадян. И тут важно не только дать правильную параду, а и главная своечасова, и навык ранее дозволенного законом термину. Три месяца тому назад у меня был человек на приеме, руководитель, в отношении которого в интернете появилось сообщение о том, что возбуждено уголовное дело, а он работает, ничего не знает и все. И он пришел и говорит, а что делать? Мы его отправили, он сделал скандшот. И вот сегодня перед ним принесли извинения. Мазырский район не вылучается с юридичной практики Беларуси. Один для всей краины законодавства подстава для того, к опрошению нотариусов стали однольково верными. Зрештем, праца юриста в Гомельской области мает и свою специфику. На Полесском регионе люди, которые обращаются в контроль, у них, ну, наверное, более жесткое восприятие права. А наши нотариусы умеют сделать так, чтобы не было углов острых, не было проблемных вопросов. И уникальность в том, что этот куст практически никогда не вызывает жалобу на работу нотариуса. Особная тема семинара у Мазары оформления документов, какие могут быть проставлены у инших державах. Ведание закона у своей краины, умение знаходить решение навод у самых складанных юридичных ситуациях, головное свечение профессионализму нотариальных работникам. Светлана Грудько, Вячеслав Праписнов, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании Гомель. Республиканская профсоюзная акция по «Веншуй маму разом» стартовала сегодня на Гомельщине. Мероприянство проходило в Доме профсоюзов и было промерковано до надыходящего дня мате. В рамках акции каждый жадающий может бесплатно заполнить веншевальную паштовку, укласть ее в конверт и отправить своей мате. Специальная паштовая скрыня для веншевания размешана в холле Гомельского областного обеднания профсоюзов. По крайней мере этого, организована выстава детячей творчести «Мама вашим и дятей» от наученцев детячей школы мастерства номер два. Створать святошный настрой допомогали ростовые персонажи Гомельского и Державного театра «Лялек». Такую акцию поддержали у нас и предприятия торговли, промышленности, здравоохранения, образования. Ну, вы знаете, наверное, все без исключения, потому что уникальный есть повод поздравить свою мамочку. И мы планируем, что, наверное, более 50 тысяч таких открыток получат мамы от жителей Гомельской области. Остановиться, задуматься и накануне праздника вспомнить о том, что мы дети, и что есть мамы, которым мы должны выразить вот эти слова и не забыть их сказать в облине. Я родилась в большой многодетной семье. Моей маме сегодня уже полных 92 года. Своей скромной мамочке, женщине, имеющей шестерик детей, ветерану войны и труда, многодетной маме. Я сегодня хотела бы сказать слова благодарности, поздравить ее. До 14-го, как астричника у Клюшна, акция «Повиншуй маму разом» будет проходить в правкамах и профсоюзных организациях в области. В Гомельском детском доме прошла доброченная акция «Дары добро». Выхованцы у детского дома очагал святошный концерт и подарунки от организаторов мероприемства. Акция прошла при патрынце студии эстрадных спевов «Рыдан» и Гомельского областного дома наученцев и работнику установ профессийной адукации. Варта значит, что мероприемство, организованное у першиню, олег это добрый початок для новой традиции. Для выхованцев детского дома был проведен майстер-класс по вырубе птушек с паперы, после которого удельники вокальной студии «Рыдан» дали концерт. По якости подарунков организаторы привезли канцелярские товары, цацкие книги и одени. Дети у свою шаргу подяковали хостям ширыми усмешками и аплодисментами. Наш коллектив недавно организовали мы. И я вам скажу, что детки сами с инициативой проявили, чтобы приехать подарить творчество и не просто творчество, хотя бы минимальные сувениры, подарить талант. И мы здесь присутствуем в детском доме первый раз. У Гомельской областной инспекции оховы живельного и раслидного свету подведены выники селетней деянности. Самым расповсюдженным порушением по раннейшему з'является незаконное рыболовство. С греху меньше 1300 зарегистрованных в этом году порушений у природоохондного законодавства на браконьерское рыболовство селета припадает полового выпадков. У инспекции этот факт тлумачит наявность у нагомершения таких буйных водных артерий, как Днепр, СОЖ и Припять. На другие мессы порушения правилов лесокорыстания. У якости компенсации на виноватых накладены штрафы у померы омаль 40 тысяч динаминованных рублев. А про это возбуджено коля 60 криминальных справ и конфискованные четыре автомобиля. Разом с тем, у инспекции звертают увагу на проводимую профилактичную работу. Только в этом году инспекторы выступали у коллективах триста восемьдесят разов. Провести профилактическую работу, где-то разъяснить гражданам, где-то каким-либо действием пресечь правонарушение. Ну, а как факт, тот, который уже не удается предвидеть или пресечь, тогда уже его приходится выявлять и в дальнейшем предъявлять вред юридическим физическим лицам и взыскивать его. Сокрыты працы криминалистов раскрыли в Гомельском городском отделе Следующего комитета. Там пройшел день открытых дверей. Разом с будущими абитуриентами в установе побывала Ганна Ковалева. На один день заслонутые амницы приотчинили служащие Гомельского городского отдела Следующего комитета. Тут пройшел день открытых дверей. Познайомиться с профессией и доведаться об ее тонкостях, пришли наученцы Гомельского городского кадетского училища. Тридцать два человеки. внутренних справ прием документов подшнется уже праздникальки месяцев. Будучих абитуриентов особисто с устрел и провел экскурсию начальник ведомства Аркадь Стратяков. Для себя служить родине, проходя воинскую службу, я принял еще давным-давно, наверное, когда мне было пять лет, я бегал с пистолетиком и говорил о том, что я буду милиционером. Да, я именно к этой цели шел всегда. И уже 25 лет, как я служил Отечеству, но вместе с тем я никогда не жалел о том, что я принял для себя такое решение. Для ребят я, конечно же, хочу пожелать, чтобы их выбор был осознанный, потому что служба, воинская служба, служба в Следственном комитете – это нелегкий труд. Поэтому, когда придется им сталкиваться с трудностями, они должны понимать. Выбор был осознанный, а, соответственно, я должен с честью и достоинством идти по своей жизненной дороге. Эта камера заховывания соправдит таемничное место. На полициях сотни речуных доказов. До прикладу, эта плитка больше нагадывает шоколад. На самой же справе мощный психотроп. Тут кадеты смогли на свои очи увидеть не только, как выглядят такие вещи, а и процесс их снижения. Кажется, ранее такое видели только в фильмах. И реальность значительно отрозняется. Отчувается, что тут все сурвезно. Я даже, честно, не задумывался об этом. Я пришел, увидел, что я даже не знал, как это происходит. Не представлял себе мнение. Профессия довольно-таки интересная, более чем ожидалось. Так что, возможно, когда-нибудь себе на усечения возьму. А кроме этого, кадеты учекало знайомство с сучасной криминалистичной лабораторией и пошуковыми чемоданами. Каждый из них дозволяет найти на месте злочинства даже самые дробные речевые доказы. После незвучайной экскурсии юным гостям пропоновали докорануться до криминалистичных обсталеваний и самим отчуть смак профессии. До речи дни открытых дверей тут проходит третий год запор. И все лето, после знайомства с ведомством многие из молодых людей выказалися, что саправды в будущем хочет спрацовать миновито тут. Ганна Ковалева, Валера Гопанько, телерадиокампания Гомель. Завтра на телеканале ТРО «Союз» в рамках специального проекта «Дни регионов» пройдет День Гомельской области. У эфира можно будет убачить информационные, аналитичные, забавляльные, познавальные и мастатские программы в творчестве ТРК «Гомель». ТРО «Союз» сегодня ожидаю, что ты дневая вешание. Его потенциальными глядачами заявляются больше за 60 миллионов жахаров России, Беларуси и инших краин СНД. На первые дни проведения Дня Гомельской области на телеканале корреспонденты в Минске и Москве подекавились, что ведают столичные жахары про наш областный центр. В Гомеле у меня же просто я помню с выставки был, но с выставки у них очень хорошие сельскохозяйственные машины, это я знаю, а вообще Белоруссию я люблю. Гомель был основан в 1442 году. Гомель в новом Зеленой парке, что еще, река-то. Ну, пожалуй, все, я только проездом там была. Красивый город, хорошие люди, много хороших знакомых там среди образования, ну, а как сам город, ну, такой неожиданный вопрос какой-то, ну, не знаю даже, но все нормально, хороший город. Гомель, Сош, но, наверное, река, не помню точно, а так, ну, всегда проездом на Украину его проезжали. Гомель, но так мало, к сожалению, всегда была там только проездом. А, еще там есть университет железнодорожников. на этом наш выпуск завершенный, остуды для вас працавау Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.